Новое видео выходит каждый день в 20.00 Я, если честно, даже не могу представить, как плюс-минус должен выглядеть этот ролик, как он должен быть, какое название, что вообще сделать и так далее. Просто я заметил, что у Ангела Касада многие люди от каких-то ютуберов и так далее, они спрашивают, мол, вот ты столько всего говоришь про всяких разных ютуберов и так далее, а про себя почему ты ничего не рассказываешь, про что с тобой не так, какие у тебя были зашкоры и так далее. Это пишут Ангелу Касада не так часто, но пишут. Мне такого абсолютно не пишут, и дабы на всякий случай заранее перестраховаться от всего этого, я запишу такой ролик, где максимально подробно расскажу про себя и про то, чем я занимаюсь, то есть как я пришел к тому, к чему я на данный момент пришел, отвечу на вопрос, почему тут скин сутенера постоянно вот этот вот мелькает и так далее. И давайте как-то начнем, я даже, в принципе, не знаю, с чего можно начать, я выписал себе чек-лист каких-то тем, которые нужно затронуть, но я, опять же, не буду по ним идти, потому что я, что, блядь, под какие-то сценарии пригибаться буду, или так далее, сценарии, они, в принципе, для бездарности, для людей, которые не могут связать два слова между собой, хоть это и достаточно легко, хоть это и достаточно просто, а все, что я говорю в своих видеороликах, это чистый фристайл, и я учусь говорить одним дублем, вот как я нажал запись, так я и записал все, запинки там, что-то еще, что-то там, и так далее, это я ничего и никогда не вырезаю, если там не идет какое-то 5-секундное, 10-секундное молчание, когда я думаю, что нужно сказать, такое бывает крайне редко, когда я там стою с просони, и что-то такое, говорю, ролик будет максимально человый, максимально такой информативный, каких-то скриншотов, всего прочего будет мало, можете свернуться, заниматься своим делом, слушать, в общем, мою аудиокнигу, и все про меня. В общем-то, давайте начнем с самого начала. В интернет я вообще зашел, познакомился полностью с интернетом в 2012 году, это же сколько мне, блядь, лет было, 10 лет мне на тот момент было, вот, и вы знаете, первым делом я зарегистрировался в ВКонтакте, потому что там вроде как сидели абсолютно все люди, и далее я начал знакомиться с прочими социальными сетями, вот, и так далее, и вы знаете, ВКонтакте, в нем было раздел типа видеозаписи и так далее, туда вот в 2012 году публиковали всякие смешнявки, все такое, все прочее, там тогда не было еще такого, знаете, или моратория на авторские права, могли даже какие-то фильмы публиковать полностью, вот, там и сейчас вроде какие-то фильмы можно найти, но я, если честно, не искал, не помню, не знаю, если кто-то хочет, можете посмотреть. Я как-то вот заходил на видео и видел, что они как бы интегрированы с других сайтов, ВКонтакте есть такая функция, вы можете интегрировать видео в ВКонтакте, то есть оно будет там где-то на вашей странице и так далее, но оно будет при этом проигрываться с другого ресурса, и просмотры будут идти как раз-таки на него, и я вот как-то увидел YouTube, посмотрел там, чем вообще люди там занимаются, тогда, разумеется, все поголовно снимали Minecraft, и в 2013 году я решил создать свой канал, это решение пришло ко мне как-то спонтанно, я, по-моему, играл в Копатель онлайн, потому что более требовательных игр мой комп не тянул, да я и не знал, как их устанавливать, как их вставить, боялся там накачать каких-то вирусов, по итогу, когда начал все скачивать вирусов, все равно накачал, в общем, все было зря, записал какой-то видос по Копателю онлайн, я вот сейчас вспоминаю, мне очень стыдно это все вспоминать, 30-секундный ролик с Фрапса, который тогда набрал что-то около 5-10 тысяч просмотров за месяца 3-4, то есть это все было в 2013 году, я так загрузил один ролик, там, типа, забыл, там, друзья посмотрели, похихикали, посмеялись и так далее, и все было как-то так, потом я познакомился с Майнкрафтом и начал его снимать, вот в 2013 году прям очень активно начал снимать, а не могу сказать, что ролики выходили каждый день в 20.00, нет, скорее как-то в хаотичном порядке, когда мне захочется, я выпускаю ролики, а когда мне не захочется, я их не выпускаю, это сейчас я обязательно каждый день озвучиваю ролик, обязательно каждый день монтирую, я уже, в принципе, свой день не представляю без монтажа видеороликов, это для меня целая жизнь, я очень сильно люблю озвучивать видеоролики, не особо сильно люблю монтировать, абсолютно ненавижу делать превью, однако мне все это нравится делать, из всей этой рутинной работы состоит весь мой день, и мне это очень нравится, я был бы очень рад, если бы в будущем вот все это приносило такие деньги, что я бы мог как-то более-менее комфортно жить, там, знаете, снимать квартиру, покупать еду и все такое, это моя мечта, и думаю, надеюсь, что она рано или поздно осуществится, так вот, снимал я там Майнкрафт, все прочее, обзоры модов по Майнкрафту, и вы знаете, Ютуб в 2013 году как-то очень странно продвигал видеоролики, типа, ты выпускаешь ролик, он там 0 просмотров, там 5 просмотров, 10 просмотров, потом ты там не заходишь на канал месяц, типа, ты на него забил, потому что, опять же, хочу сказать, настроения нету, что-то снимать, что-то выкладывать, заходишь там на этом ролике, блядь, 3000 просмотров, или там 5000 просмотров, или еще сколько-то просмотров, то есть Ютуб ролики вот раньше рекомендовал все-таки получше, чем сейчас, тогда и креаторов было мало, и рекомендуют, типа, люди снимали один лишь только Майнкрафт, там изредка можно было найти что-то другое, там, типа, знаете, вот эти вот, все времена Андрея Нефедова, там, и прочих людей, в общем, было очень классно, как сейчас помню. С Майнкрафта я перешел, по-моему, на какие-то браузерные игры, снимал какое-то время их, и потом у меня прям был какой-то, то ли творческий кризис, то ли еще что-то, я около года буквально на канал ничего не снимал, около года на канале ничего не делал, и тут я наткнулся на видеоролик, там, Евгехи или еще кого-то, как он играл в самп. До этого я как-то вот тоже пытался поиграть в самп, и тут, после небольшого затишья, я, типа, увидел там ролик Евгехи, я посмотрел, типа, ну, сам, вроде сам, типа, неплохо, меня это очень увлекло, там, он вступал в какие-то организации, что-то еще такое было, и в 2015, по-моему, году, я начал очень активно играть в самп, там, играл на адвансе, там, перебегал на сампропе, но большее время я, конечно же, играл на адвансе, но и про старичка, сампропе, не забывай, тогда был топ-1 сервер, по-моему, было тогда еще 15 серверов, общий онлайн, на которых был достаточно большой, там, ежедневно играло большое количество людей, так вот, я начал снимать вот все эти видеоролики, летсплейного формата, тогда я взял, даже не летсплейный формат, это был формат выживания, типа, как у Андрюха Киевского, я очень сильно восхищался Андрюха Киевским, я до сих пор ему восхищаюсь, это прям эталон какого-то самповского контента, именно так он должен выглядеть у нормального человека, типа, летсплейный формат, только вот какой-то формат Андрюха Киевского, что ли, я не знаю даже, как это можно еще назвать, вот, и, знаете, мне очень понравилось, я захотел сделать как он, и только выживания у меня были на адвансе, я в первой серии своих выживаний так и сказал, что, типа, это как у Андрюха Киевского, только на адвансе, только немного безэмоционально, я говорю, ну как немного, вообще, в принципе, безэмоционально я говорю, слова не имеют никакой окрас, я просто сижу, типа, что-то там бубнё в микрофон, что-то вот так, вот так, вот так, и по итогу я наснимал несколько выпусков выживаний, какие-то из них зашли, какие-то из них просто потонули, и потом я, то есть было очень много моментов, потом были обзорные сервера, потом были какие-то перебивками, разоблачительные ролики, тогда они назывались разоблачения, когда вот просто я прям не мог молчать, у меня тогда выходили всякие, знаете ли, разговорные ролики, и многое другое, и потом ко мне уже пошли какие-то рекламные заказы, и так далее, как к самперу, я снимал обзорные сервера, снимал летсплей на серверах, максимально обленился, вот, и потом, вы знаете, произошёл роковой момент, в принципе, во всей моей самп-ютубовской деятельности, во всей моей деятельности, я это уже вроде как рассказывал в ролике под названием «Начало», вот, но это прям вот такой, знаете ли, отдельный ролик, где я расскажу прям всю подноготную, вот, и потом, то есть, были ещё вот, многие спрашивают, почему именно скин сутенёра у меня, почему вот именно такой скин, я совсем забыл про это сказать, а когда я вот начал снимать самп, я после выживания и так далее, я решил попробовать, знаете ли, адаптировать Big Russian Boss Show в самп, тогда это было у Максимки Кудрявцева, который тогда ещё был с самп-эмпайром, который тогда ещё что-то более-менее снимал, я посмотрю, как это делает он, полное, скучное, бездарное говно, мне не понравилось, я захотел сделать своё, сделал своё, сделал охуительно, вышло вроде только два выпуска этого за данный Семён Шоу, потому что я как-то раз хотел это снимать, набирало это тогда для меня достаточно много просмотров, типа, кто-то там вроде как-то смотрел, какие-то группы это, репостили, типа, брал интервью всяких админов, как-то их потроллил, там что-то ещё прочую хуйню делал, вот, если хочешь, чтобы я сейчас-таки брал интервью, где кого-то троллил и так далее, вот, можете попросить, написать и так далее, сделаю это им. Поэтому сегодня... Нахуя ты встал? Дебил! Меня отмир славнул. Ты дебил! Сука! Ещё ты, блядь! Тогда скин сутенёра в Сампе, он был максимально похож к скину Бекрашен Босса, вот, и даже заменка на скин Бекрашен Босса, типа, заменяла именно скин сутенёра, и с тех пор как-то вот скин сутенёра ко мне очень сильно прижился, и вот он как-то стал одним целым со мной. То есть я, это, пожалуй, самый неординарный, самый какой-то одиозный GTA-сам ютубер, и вот скин сутенёра, он наиболее мне соответствует, потому что скин сутенёра, он выделяется из общей толпы скучных и однообразных скинов. Вот он прям такой жёсткий, он прям такой, знаете ли, нормальный скинчик, он прям такой неплохой, и он мне очень сильно понравился, и он до сих пор за мной вот с того самого Big Russian Boss Show, которое было в САМПе, называлось The Dansemen Show, можете на основном канале The Dansemen на английском посмотреть, вот, и всё такое. В общем-то, снимал я всякие, там, знаете ли, рекламные, обзорные сервера, всё такое, и потом у моего дружка, у моего нынешнего лучшего друга Данила Герария открывался его сервер, который он анонсировал как какой-то супер-мега-гипер-классный сервер, а я, типа, я тогда, мне очень нравился Данил Герария, мне и сейчас, я пересматриваю старые обзорчики, мне очень нравится, а не то, что он делает сейчас, вот эти, знаете, полицейские будни, всё прочее, мне не особо нравится, потому что, ну, Данька что-то скатился, какую-то хуйню делает, но раньше его обзорные сервера, я прям смотрел, молился, думал, блядь, Данька, какой же классный, топит за свободу слова, выражает там своё вот это вот слово, всё такое, красавчик. И я тогда сделал обзор на конфиденс роли плей, я уж не помню, что я там особо говорил, я помню, что я туда вставил в тот ролик 6 реклам, по-моему, или 5 реклам, включая, типа, встроенную рекламу от Ютуба, было охуительно, заработал не так уж и много денег, бля, рублей, наверное, 500-600, подал рекламу за копейки, буквально всем, кому только мог, там, и какому-то дружку-либертарианцу, который там продвигал вот эти, либеральные темы, там, я не стал в этом разбираться, ни в чём, просто прорекламировал, и всё, типа, деньги тогда очень сильно нужны были, я хотел себе очень сильно компьютер, я его купил, сейчас я, в общем-то, на нём все свои ролики выполняю, так вот, и, в общем-то, начал я делать всякие ролики, вот, после того, как Данил Геррера меня окончательно разочаровал, я решил сделать на него самп-обзор, это как бы, не магия в сампе, я на протяжении всей своей карьеры переносил что-то с большого Ютуба в самповский, прям, максимально, как-то по-удачному адаптировал, всем вроде как нравилось, все вроде как смотрели, говорили, о, самповская не магия, там, о, самповский Макс Пауэр, там, или ещё какой-то чел, типа, красава, молодец, правильно делаешь, вот, и, типа, я такой, спасибо, пацаны, очень классно, очень круто, вот, и самп-обзор, это стало самой ходовой рубрикой на моём канале, также потом, я, в принципе, понял, что, большинство GTA-самп-ютуберов, которых вы знаете, они, не такие, какими они себя показывают, они, на самом деле, кончены уебаны, и в этом, я убеждаюсь, с каждым днём всё больше и больше, как бы, я примерно понимаю, как мыслит среднестатистический зритель этого самого человека, и как он смотрит на мои какие-то ролики про его самого ютубера, он видит какую-то, какую-то попытку хайпа, что-то такое, потому что думает, что его GTA-самп-ютубер, он один из самых лучших, и, в принципе, никаких грехов за ним не может быть, а вот этот пидорас, он просто хочет нажиться на нашем дорогом, там, GTA-самп-ютубере, там, Даниле Герере, или так далее, и, в принципе, мне никогда не нравилась какая-то несправедливость, когда человек просто берут, там, кидают и так далее, поэтому у меня на основном канале вы сможете найти ролики, где я рассказываю о кидалах на вертах, вот, там, о Даниле Гаврине, это самый популярный ролик на моём основном канале, вот, там, больше 20 тысяч просмотров, можете посмотреть, можете подумать, как там вообще, чё и где, вот, и, типа, я думаю, вы это понимаете, да и, в принципе, я вот так вот снимал ролики, снимал, 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 как-то качество всё не росло, люди хотели сам по обзору, я не мог их делать, делал рекламные ролики, просмотры падали, 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 и я подумал, что, нет, этот канал, вот этот вот основной мой канал, сдан Семён на английском, он мёртвый, там, половина аудитории Майнкрафта, половина аудитории с каких-то моих музыкальных клипов и так далее, я подумал, что, нет, нужно серьёзно браться за Ютуб, если я хочу тут чего-то добиться в самповской сфере, выпускать ролики на серьёзке, каждый день в 20.00, и посмотреть, то есть, если на каждом ролике, который я выпущу, будет по ноль просмотров, или там, по 50, по 100, по 200 просмотров, если на каждом ролике так будет, и ни один ролик не зайдёт, значит, я бездарность в этой сфере, мне не стоит ничего делать, если зайдёт хоть один ролик, я буду ебашить дальше, и ролик таки зашёл про Зака, а это значит, что я делаю всё не просто так, не напрасно, потому что многие люди, после ролика на Зак, вот этого юмористического, после какого-то вот, самп-обзора на Брулёва, после просто ролика на 3P1WARD, они пишут, Данил, спасибо за то, что рассказываешь про таких, каких-то мошенников и так далее, про вот таких людей, которые обманывают сервера, там делай побольше такого, и вот ради именно вот этих вот людей, если кто-то мало ли спрашивает, зачем ты делаешь вот это вот на ютубе, ради вот этих вот самых людей, которые просто посмотрят, посмотрят с адекватной точки зрения, скажут, Данил, красавчик, которые мыслят точно так же, про вот этих вот самых морозей, как и я, я собираю вокруг себя, именно вот таких вот людей, которые нормальные, которые не какая-то малолетняя, блять, шваль, вот эта вот вся, которая смотрит верхушку, GTA, сам ютуб, у меня такие люди не нужны, если такие на моем канале есть, пиздуйте отсюда нахуй, если вы не можете воспринимать какую-то критику, и так далее, опять же хочу сказать, что я человек абсолютно таки медийный, у меня есть много роликов, типа на ютубе, там, с моим лицом, и так далее, меня абсолютно любой человек может критиковать, в этом нету ничего такого, я попрошу вас, если увидите где-то ролики на меня, и так далее, относитесь к этому максимально лояльно, я либо с этим человеком поговорю лично в личке, либо позову его на стрим, либо как-то с ним все это обсужу, если мало ли, в будущем на меня будут какие-то ролики от других людей делаться, я нормально к ним отношусь, если вы как-то меня разберете, что-то сделаете нормальное, не просто скажете, мол, ой, выезжаешь за счет женщин, ой, какие у тебя плохие превьюшки, и так далее, на эту хуйню я даже отвечать, как вы понимаете, не буду, вот, и типа, все такое, потому что, это тупо, на какие-то реально нормальные претензии, и так далее, допустим, верхушка, вот эта вот GTA Sampute, вот этот вот змеиный клубок, он считает, что я подлизываю Ангелу Касадо, где, когда, и как, тут скорее, наверное, более было бы правильно сказать, что Брайан Фьюри подлизывает Ангелу Касадо, ведь он там постоянно, ему, знаете, писал брат, братишка, и так далее, я пишу вот Вове Ангелу Касадо по каким-то серьезным вещам, по каким-то серьезным проблемам, там, консультируюсь насчет того или иного, он все-таки постарше, он намного более эрудирован в некоторых сферах, и так далее, вот, типа, в каких-то сферах более я эрудирован, по типу монтажа и прочего, я думаю, он с этим спорить не будет, что я как-то намного более понимаю картину того, как должно быть построение ролика, и так далее, что можно там вставлять ролик, что нельзя, я думаю, он с этим спорить не будет, типа, ну, это, наверное, объективно, хотя, не знаю, возможно, он и поспорит со мной насчет этого, там, насчет звука, насчет всего-то, я не хочу сказать, что у него плохой монтаж, что у него плохие ролики, и так нет, мне очень нравится то, что делает Вова Ангел Касадо, он делает все очень круто, все очень классно, а монтаж у него нормальный, если про это, то есть, ладно, я уже пошел немного в другую стызю, так вот, я думаю, я рассказал, кто я такой, прям максимально сокращенный, этот рассказ можно было бы растянуть часов на 10, на самом деле, я бы мог все в красках рассказать, когда, что, какие ролики были, возможно, я о чем-то забыл, возможно, вам нужно о чем-то рассказать наиболее детально про меня, если вам интересен, вот лично я, если вы хотите узнать, кто я такой, там, как-то больше мою биографию, хотя я о биографии, о своей, не особо распространяюсь, она незаурядная, и абсолютно типичная для большинства людей, там, родился, там, отходил в садик, отходил в школу, сейчас, ебуга, это сам ютуберов, а по кд в 20.00, вот, и что-то наподобие того, в общем-то, наверное, на этом и все, я рад, что вы посмотрели данный видеоролик, про меня, я рад, что вы на меня подписаны, потому что, если вы на меня подписаны, значит, ваше мнение, ну, как-то плюс-минус совпадает, с моим мнением, это отлично, это офигительно, что есть люди, которые как-то здраво могут оценивать ситуацию, и как-то говорить все наподобие того, я не знаю, у меня уже мысли путаются, я уже на 20 минут наговорил, мне кажется, что это достаточно много, то есть, одним дублем все наговорил, возможно, что-то забыл, возможно, что-то недосказал, но, в принципе, как-то вот кратко рассказал всю свою биографию, просто на ютубе именно, просто я даже сам ее, окончательно, досконально не помню, рассказал вам, почему, скин сутенеры, из-за того, что у меня был задан Симон Шоу, типа, как Big Russian Boss Шоу, только задан Симон Шоу, вот, и все такое, надеюсь, что было более-менее как-то приятно послушать это все, вот, и надеюсь, что дня было скучно, потому что я знаю, что я очень сильно умею душить, прям, не в прямом смысле, а в переносном, тем, как я говорю о каких-то вещах, и о всем прочем, вот, поэтому, что могу сказать, спасибо всем вам за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что вы узнали намного больше обо мне, можете приходить на стримы, там я вам еще более как-то расскажу, смогу ответить на какие-то ваши вопросы наиболее детально, задавайте, не стесняйтесь, на все отвечу, можете написать мне в личку ВКонтакте, там тоже всем отвечаю, как бы со всеми пообщаюсь, вот, и так далее, в общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, сегодня вы узнали обо мне, а новый ролик завтра в 20.00, если, конечно же, не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, как это обычно бывает, или может быть, всем спасибо, всем пока.